В Наринмаре прошла Международная научно-практическая конференция «Евроарктика-2017». Главной темой форума стало сохранение окружающей среды и освоение арктической зоны. Производственная практика, демонстрационные экзамены и целевое обучение. В Наринмаре обсудили предложения, которые улучшат качество подготовки рабочих кадров для нефтянки. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Представители зарубежных и российских научных сообществ, нефтегазовые компании, органы власти и журналисты сегодня собрались на одной площадке, чтобы обсудить острые экологические проблемы. В этом году четвертая Международная научно-практическая конференция «Евроарктика» собрала более 60 участников. Главная тема форума была посвящена сохранению окружающей среды и освоению арктической зоны. Поделиться опытом с наринмарскими коллегами и гостями самого масштабного мероприятия Северо-Запада приехал Одвард Хаген, сотрудник одного из лучших учреждений страны фьордов – университетской больницы Северной Норвегии. Она предоставляет услуги мирового уровня и имеет сертификаты качества ряда европейских и всемирных организаций. Кроме первоклассного лечения, сотрудники больницы занимаются научными исследованиями и образовательными программами для пациентов. Кстати, они очень частые гости Архангельской области. Международная дружба имеет 20-летнюю историю. Сегодня у Одварда Хагена, пожалуй, один из самых интересных докладов – как больному помочь и при этом природе не навредить. Ведь свои услуги университетская больница предоставляет в самых отдаленных и труднодоступных уголках страны. Одна из идей в том, чтобы усилить местное здравоохранение тем, чтобы дать доступ к специалистам. Если пациенту нет необходимости совершать длительное путешествие для того, чтобы пообщаться со специалистом, это является большим преимуществом. Необходимость совершать длительные поездки является также нагрузкой на природную среду. Поэтому снижение поездок – это один из способов снизить воздействие на природу. Научно-практическая конференция «Евроарктика-2017» стала площадкой не только для обсуждения вопросов в экологии, но и для недропользования. Сегодня активно участвовал в дискуссиях начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Лукойл Коми» Владимир Костылев. Мне доклады очень интересны. Со многими людьми наша компания работает. Начиная с этой четвертой конференции и дальше мы будем обязательно принимать участие. Мы – наши специалисты на компании «Лукойл Коми». Поскольку мы работаем в двух регионах – это Ненецкий автономный округ и Республика Коми. Оба региона имеют непосредственное влияние на арктическую зону, влияние на производственную деятельность. Чтобы в полной мере обеспечивать безопасность окружающей среды в районах производства, по словам Владимира Геннадьевича, «Лукойл» реализует собственные экологические программы. Объемы и финансирование растут из года в год. А это и замена трубопроводов, и строительство экологичных производственных объектов, и регулярные учения. Также в Наринмаре проходило мероприятие, тренинг по спасению животных от нитяного загрязнения. Мы также принимали участие в этом тренинге. Компания «Лукойл» была инициатором этого тренинга. О своем видении проблемы освоения Арктики на конференции рассказали и представители Института криосферы земли Тюменского научного центра, Петрозаводского госуниверситета, Института проблем промышленной экологии Севера, Кольского научного центра РАН и другие организации. Безусловно, то есть результатом работы конференции будет некая резолюция, куда войдут те рекомендации, которые участниками в процессе сегодняшней работы будут выработаны. То, о чем сегодня было сказано на конференции, В этой конференции выводы должны переходить в некую нормативную плоскость, то есть, соответственно, предложения до настройки нормативной базы для реализации тех предложений, которые будут выработаны. Напомню, научно-практическая конференция «Евро Арктика» проводится в Ниньском округе уже в четвертый раз. В 2015 году участники мероприятия обсуждали освоение углеводородного потенциала региона и прилегающего шельфа. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Совместная подготовка квалифицированных кадров этой теме посвятили рабочие совещания, в котором приняли участие представители нефтяных компаний «Татнефть», «РН Северная нефть», «Лукоил Коми», «Зарубежнефть добыча Харяга», «Печора нефть» и «Башнефть», руководители профильных департаментов и Ниньского профессионального училища. На встрече были озвучены предложения, которые позволят наладить более тесное сотрудничество профессиональных учреждений и нефтяных компаний региона и, как следствие, качественную подготовку рабочих кадров для работы в нефтянке. Одной из главных тем совещания стала организация производственной практики на объектах нефтянников. Сегодня есть необходимость отправить на стажировку студентов-выпускников по специальности электромонтажник. В группе обучается 17 человек. Троих из них по предварительной договоренности берет на практику «Роснефть. Северная нефть». «Обязательно у практикантов должны быть удостоверения на рабочую профессию. Но в данном случае это должен быть электромонтер по силовым сетям и электрооборудованию. Не ниже третьего разряда. Мы готовы предоставить практику на Баганском месторождении. Студенты будут обеспечены трехразовым питанием, проживанием». Не откладывая вопрос в долгий ящик, Дмитрий Рожин предложил представителям нефтяных компаний на месте оценить возможность организации практики и для оставшихся 14 студентов-электромонтажников и для группы слесарей-ремонтников. «У нас есть хорошая практика предыдущего года, где мы принимали 13 студентов, когда мы примем эту сплажину, наша компания, которая оказывает услуги, это коллективо разница. Мы в этом направлении готовы подключиться к этому вопросу». «Питание, спецопереджение, здравоохранение, значит, это будет. Но это всё с Усимской». «Мы понимаем, что до Усимской детей мы доставим». Поговорили и о трудоустройстве жителей НАУ на производственные объекты нефтяников. Из 11 тысяч человек, которые сегодня работают на месторождениях Неницкого округа, лишь 500 – местные жители. По информации Сергея Свиридова, из 860 вакансий, представленных на бирже труда региона, 463 – это вакансии недропользователей. Однако трудоустроить на них именно местных жителей не всегда удается. «Здесь как раз основная проблема, в чём существует, что с момента получения вакансий и формирования заказа и до окончания процесса обучения проходит продолжительный период времени. Само обучение от 3 до 4 месяцев составляет, плюс все организационные вопросы. Соответственно, столь долгий период работодатель не может ждать от нас предложения и вакансия замещается. И в итоге получается следующая картина. Мы человека обучили, а вот трудоустроить его уже не можем». В этой связи Сергей Свиридов предложил недропользователям совместно с Неницким профессиональным учреждением выстроить прогнозный план, который бы учитывал потребность компаний в рабочих кадрах. По словам Галины Медведевой, сегодня училище способно мобильно готовить специалистов по краткосрочным программам в течение 3-4 месяцев по различным компетенциям, а их соответствие требованиям работодателей можно оценивать на демонстрационных экзаменах. «И вы бы могли видеть, чем, какими компетенциями сегодня обладают студенты. Достаточно вам этих компетенций или нет?» Такая работа, по мнению Галины Медведевой, ещё на стадии обучения исключит недостаток квалификации местных жителей, причину, по которой они зачастую не могут получить работу в нефтяной сфере. Руководитель Департамента образования Илья Иванкин призвал недропользователей активно участвовать в учебном процессе, в разработке учебных планов и программ, а также в программе целевой подготовки для предприятий Неницкого округа. «Мы открыли дополнительные группы по 25 человек в каждом учебном заведении на условия софинансирования. Когда у нас 80% стоимости учебного процесса оплачивается за счёт бюджета Неницкого автономного округа, и 20% оплачивают работодатели. При этом студент, который изъявил желание, заключает с ними договор на обучение, чтобы впоследствии отработать определённое время у этого работодателя. Никто в стране такого ещё не делал, мы были первые. Чтобы много денег не платил студент и его родители, мы пошли на 80% нашего финансирования бюджетного и 20% работодателей. Поэтому мы бы хотели ещё такую практику развивать с нефтяными компаниями. Я не думаю, что для вас при обучении 3-4 человек это будет слишком обременительно. Все предложения, озвученные на совещании, представители нефтяных компаний проработают совместно с руководством. Ирина Цепитова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Депутаты окружного парламента согласовали кандидатуру Андрея Слонова на должность мирового суди Неницкого округа в судебный район Наринмарского городского суда, судебный участок номер один. Такое решение народные избранники приняли сегодня на сессии. Андрей Слонов родился в 1979 году и имеет высшее юридическое образование. На юридических должностях работает 8 лет. Три из них в должности мирового суди Неницкого округа. За период работы на разных должностях по юридической специальности Слонов Андрей Фёдорович закомендовал себя квалифицированным специалистом, ответственность за счет исполнения своих должностных обязанностей и достоин назначению на должность мирового суди Неницкого округа. Заключением, в коалиционной коллегии судей Неницкого округа Слонов Андрей Фёдорович на конкурсной основе рекомендован назначение на должность мирового суди судебного участка номер один Неницкого округа. За назначение Андрея Сланова на должность мирового суди депутата окружного парламента проголосовали единогласно. Андрей Фёдорович, разрешите вас от имени собрания депутатов поздравить с переназначением на столь ответственную должность, пожелать вам дальнейших успехов в вашем нелегком, непростом деле, в том числе и по защите конституционных прав жителей нашего округа. Поздравляю. Андрей Слонов на должность мирового суди назначен сроком на 5 лет с 1 декабря 2017 года. За необеспечение благоустройства объектов Неницкого округа, находящихся в собственности тех или иных лиц, введена административная ответственность. Соответствующие решения сегодня на сессии сразу в двух чтениях приняли депутаты окружного собрания. Принять данную норму регионы обязаны с 1 ноября 2017 года. Это федеральное требование связано с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектом России на программы по формированию современной городской среды. Действие закона будет распространяться с 1 января 2021 года. Это позволит собственникам объектов недвижимого имущества за период с 2018 по 2020 годы привести принадлежащие им объекты недвижимого имущества за свой счет в соответствии с требованиями, установленными правилами благоустройства муниципального образования. За неисполнение норм с 1 января 2021 года законом устанавливаются штрафы. Минимальный размер штрафа совпадает с размером, установленным на сегодняшний день за нарушение правил благоустройства. Максимальный размер предлагается увеличить. Предлагается следующий размер административного штрафа за не обеспечение собственниками правил благоустройства для физических лиц от 1 тысячи до 5 для должностных лиц от 3 до 7 тысяч на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. В прошлом году в Наринмаре было выписано порядка 300 штрафов за подобные правонарушения. Речь здесь может идти о содержании дорог, освещении, об уборке и очистке территорий как организациями, объектами торговли и прочими юридическими лицами, так и собственниками индивидуальных жилых домов. Еще один вопрос, который сегодня на сессии приняли региональные парламентарии, касается организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Изменения в закон округа вызваны изменениями в ЖК России. Указанными изменениями определен порядок уплаты взносов на капитальный ремонт собственниками нежилых помещений многоквартирном доме. Предусматривается, что собственники нежилых помещений многоквартирном доме вправе вносить плату за капитальный ремонт однократно за предстоящий календарный год либо ежемесячно равными долями в течение календарного года сроки установлены для внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. Кроме того, устанавливается возможность внесения изменений в региональную программу капремонта в части изменения сроков оказания услуг и выполнения работ. Это касается случаев, когда собственники или лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, препятствуют проведению работ по капремонту. В Ненинском округе появится зимник Наринмар Тельвицка. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании администрации Ненинского округа в целях снятия социальной напряженности и в рамках исполнения распоряжения правительства о необходимости мероприятий по развитию дорожной сети в сельской местности и улучшению транспортного обслуживания сельскому населению. Напомню, минувшей зимой жители Тельвицки неоднократно привлекались к административной ответственности за проезд по руслу реки Печора в зимнее время. Чтобы ситуация не повторялась, принято решение о строительстве зимника по маршруту Наринмар Тельвицка. Для исполнения распоряжения правительства и снятия социальной напряженности по данному вопросу департаментам принято решение о необходимости строительства и устройства такого зимника на указанном маршруте в границах полосы отвода, предназначенной для колодичной автомобильной дороги. Реализация данного мероприятия по устройству содержания зимника позволит обеспечить транспортное сообщение между двумя населёнными пунктами в зимний период. На обустройство и содержание временной зимней автодороги Наринмар Тельвицка потребуется 7 миллионов 300 тысяч рублей. 35 литров алкогольной продукции изъяли сотрудники окружной полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь». Оно направлено на выявление и пресечение преступлений, совершаемых в сфере производства и оборота этилового спирта, суррогатной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также поддельных акцизных марок. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления выявлен гражданин, осуществляющий доставку алкоголя на своём автомобиле. В результате данного мероприятия оперативно-профилактического сотрудниками полиции изъято около 35 литров алкогольной спиртосодержащей продукции. Злоумышленник был задержан 24 октября в районе проезда Торговой, куда приехал на своём автомобиле для продажи алкоголя. В ходе проверки было установлено, что нелегальному продавцу 25 лет. Покупателей молодой человек находил посредством социальной сети «Друг вокруг». В настоящее время решается вопрос о привлечении правонарушителя к административной ответственности. Добавлю, что с этого года штрафы за незаконную розничную продажу алкоголя заметно выросли. Для физических лиц размер штрафа может достигать 50 тысяч рублей, для предпринимателей – до 200 тысяч. Двум лыжным гонщикам Ненинского округа вручили удостоверение и знаки мастеров спорта России. Удостоверение и знак высокой спортивной награды лыжникам вручил руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа Илья Иванкин. Награды за спортивные успехи и достижения. Звание «Мастер спорта России» по лыжным гонкам в этом году присвоено сразу двум молодым спортсменам из Ненинского округа – 18-летнему Александру Терентьеву и 22-летнему Якову Сумарокову. Удостоверение и знак высокой спортивной награды лыжникам вручил руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа Илья Иванкин. Александр Терентьев стал на лыжи в 4 года, а уже с третьего класса начал осознанно тренироваться. Сейчас Саша учится в Смоленской академии физкультуры, спорта и туризма. Но большую часть времени у него занимают тренировки и соревнования. Сейчас ждут в Хакайсе соревнования всероссийские, потом в декабре отборочные. Сейчас ездил на сборы, вот из-за этого не мог ездить, учиться. Были в Австрии, Тюмени. Еще один лыжник из Ненинского округа удостоенный звания «Мастер спорта России» – 22-летний Яков Сумароков. Молодой спортсмен закончил Архангельский университет САФУ по профильному направлению. В ближайшем будущем планирует вернуться в округ и заниматься преподавательской деятельностью. Занимаюсь я с начальной школы, уже на лыжи меня поставила мама, так как энергии было много. Надо было ее в нужное русло направить, поэтому отправлялись сначала в разные секции, остановились все-таки на лыжах. Так как самое энергозатратное получилось. Для получения почетного спортивного звания спортсменам необходимо было показать высокие результаты на всероссийских соревнованиях. Александр Терентьев выполнил норматив «Мастера спорта России» на 8-й зимней спорта-киаде учащихся России. Яков Сумароков выполнил норматив «Мастера спорта» на всероссийских соревнованиях «Сыктывкарская лыжня». Оба спортсмена занимаются под руководством тренера-преподавателя высшей категории спортивной школы «Труд» Андрея Речкова. Ирина Нижалова, Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Далее смотрите прогноз погоды.